Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Assassin's Creed Rogue. Ну что же, давайте спустимся вниз с этой крыши и посмотрим, какие улучшения нам доступны там. Ау. Ой, слава богу, у меня человек затормозил немножко. Так, что мы можем здесь улучшить? Тише. Спокойно. Обновить постройку. Это улучшение уличает доход на 700 монеток. Ну что же, конечно, обновим. Давай посмотрим, что от этого выйдет. И где же мне все-таки доход-то забирать, я пока так и нихрена не понял. Там уже доход, наверное, немерено. Доход к каримных зон обновленных зданий копится в банке. Забирайте туда деньги чаще, чтобы не терять их. Так, ну хорошо. Вы показали мне, как он выглядит. Давайте посмотрим на карту тогда, что ли. Штаб темплиеров. Логово бандитов. Западный порт. Это явно не совсем то, что хочется. Ладно, поставим пока точку на метку на следующую, ну в смысле на вышку. И откроем еще кусочек карты незнакомого района. В общем-то, почему бы и нет. Давайте лучше убирать по крышам, так будет, по-моему, немножко быстрее. Ох, а точка-то высокая, по ходу дела. Реально причем высокая. Но, впрочем, тем интереснее и будет. Церковь Троица. Не будем, блин, ее считать. Так, как тут забраться-то на нее, интересно. Никаких канатов я не вижу. Так что, наверное, сначала надо спуститься вниз. А теперь уже подниматься. Просто по зданию. Только вверх и вперед. Мать его. Так, хорошо. Тут не получится. Зато получится явно вот здесь. Ух, высоковато, конечно. Офигеть. Как вот так он лазит вообще? Просто пипец. Ну что же, ну отсюда уже видно практически весь город. Как на ладони. Еще бы не туман, конечно, вот этот жесткий. Пришел к Вере, спасибо большое, Юбисофт. Я бы не знаю, что Петербе делал. Как бы догадался, как надо прыгать. Так, где там сток сена? По-моему, там. Офигеть. Вот это было, конечно, эпично. Так, еще раз смотрим все-таки, ищем банк. Перехват задания. Не особо пока интересует. Таверна заблокирована. И, впрочем, все. Больше тут ничего я особо не вижу. Ладно, тогда ставим... Меточку на карте на следующую точку. Бежим на нее. А что нам еще остается делать, в общем-то? Так, вот это здание. Я уже вижу, и там у нас запретная зона. Где обитают командиры какие-то, или кто это там. В общем, надо эту бить. Я думаю, что явно. Так, даже не помню, сколько я получил из-за того, что все это приглядел. Ладно, фиг с ним-то. Не важно. Важно найти того, кто мне нужен. А где он тут? Вот это он? Да охренеть вообще. Ну, отлично. И маску очень вовремя надели. Ну что же, в принципе, это было довольно просто. Ну, хотя, конечно, сначала под реброй она насвинула очень так неплохо свой кинжал. Еще бы немного, и все. Я бы, собственно, не выжил. Но нам повезло. В очередной раз. Так, я уже где-то куда-то налезть. Это явно отсюда, получается, голубь улетел. Да и хрен с ним, собственно. Затем голубя меня не особо игнался. Надо отметить, поэтому плевать. У меня тут целый сокол сидит. Или кто это? Орел. Наверное, скорее всего, все-таки орел, нежели сокол. Голубь вернулся на свое обычное место. Ну, я очень за него рад. Красиво, конечно, и саундтрек красивый, и, собственно, картинка тоже радует глаз. Так, ну что ж, спускаемся вниз. И, собственно, непосредственно идем на следующее задание. Схватить и грабьте посыльного. Достойт ли до того? Не думаю, что нет. На тебе щи. Лютый, говорит, слышали? Говорит, лютый. Абсолютно лютый человек. Безжалостный. Кровожадный убийца. Часть третья. Держи, друзья, рядом. А, мастер Кормак. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот? Ученый? Вы знаете о нем? Что ж. Он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Не та ли это женщина? Наша старая знакомая, которая в начале нашего путешествия по этой игре обучала... Хоуп. ...Кормака. Хоуп. Прошу, только не ты. Точно, точно, Хоуп. Да нет, я думаю, что это именно она. Ну что же, ты сам выбрал свой путь, старина. Добраться до дома Франклина. Теперь, по ходу дела, придется реально с ней сражаться. Твою мать. Вот, сволочь. Нету сейчас, я даже и не заметил. Ох, офигеть. С одного удара положил, да? Ну все, меня добили там явно уже. Фак. Ну ладно. Впрочем, недалеко мы продвинулись тут буквально. Только взяли за дани и сразу же подохли. Так что, очень даже удачно получается, что чекпоинт прямо здесь. Ну а так, конечно, глупо. Глупо. Это было. Получай, родная. Ай, ладно, в общем, пускай они там пока развлекаются, я побегу дальше. Мне это все без надобности. Донг-муф. Донг-муф. Ну конечно, размечтался. Ну мать твою, что ты наделал-то? Сволочь. Впрочем, ладно. Я у цели. Но остальное не важно. Шей, я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А, не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Конечно. С удовольствием извещу. Боже, Хоуп. Что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри. Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Кормак? Нет, нет. Так, просто... воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений это запах пороха. Вы правы, полковник. Запах пороха. Так, а что за оружие-то новое, интересно? Какое-то улучшение для нашего ружья, или что я там поднял? Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения, или ранить сразу нескольких человек. Прекрасно. То, что нужно. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. Да, пробуем. Гранатомет. Это мощное оружие дальнего боя. Используется различные типы боепасов с снотворным ядом берсерка, или обычные гранаты. Вы можете покупать гранаты в лавках, или изготавливать их самостоятельно. Охренеть. Гранатомет. Только подумай. Дверь можно взорвать гранатами. Петарда. Граната. Ой, жесть. Дверь можно взорвать. Я понял. Спасибо за подсказку. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, которым можно отравить полгорода. Ясно. Займусь этим. Осторожно. Мастер. Дождик пошел. Эти ингредиенты крайне нестабильны. И хорошо. Так, ладно, и хорошо. Хотите помочь с постройкой города? Конечно, хочу. Давай, братуха. Рассказывай. Улучшение увеличит доход на 350 монет. Ну, в принципе, не вопрос. Принять. Хостел. Замечательно. Постоялый дом, короче, просто по-русски. Так, ну пошли вперед. Уничтожить. Обожаю подобные задания. Мне нужно просто прийти и что-то уничтожить. Ну, в общем-то, почему бы и нет. Так, тихо. Я тебя понял. Ну, вот фак, а. Вот, нормально. Нет, нифига нормально, по-моему, все-таки. Финиш, Хим. Сейчас тебе финиш сделаю, блин. Ну, Хоуп, конечно, а? Какой-то он в отъезде. Я думаю, что Хоуп пришло время самой отъехать. Так, ладно, посмотрим. Кажется, пока что больше не видно ни главарей, ни следопытов. Все, по идее, хорошо. Уничтожить запасы яда, 0 из 3. Великолепно. Бум, шоколадка. И первый готов. Оденем, пожалуй, масочку. Да, как же так-то? Я тебя почти уже убил. Боже, что я. Так, гораздо лучше. Так, ладно. Давайте возьмем припасов немножко. Ну, отлично. Пару гранат. У меня лишними никогда не будут. Так, теперь, пожалуй, одну из них запустим вот туда. Проверим дальность. Да, дальность хороша. Прекрати! Я бы даже сказал, великолепно. Эта штуковина может помочь мне разворачиваться. Может. Может и помочь. Блин, да где у нас там следующая эта женщина-то? Следопыт. Хрен ее знает, пока не видно. Так, ладно. Заряжай. Можно выбираться. Вот она, в тени была. Выбираться, или мне конец. Понял тебя. Все, бежим, бежим. 38 секунд. Фак, 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 фак. Маска. Так, ну давай возьмем. Быстрее ножи. Ладно, плевать. Просто плевать. 25 секунд. Давай. Давай. Куда ты? Куда ты? О, боже мой. Охренеть. Ну, кажется, успели. Неужели, вправду, все они были готовы заниматься такой вот грязью? Травить людей ядом? Что-то как-то верится очень с трудом, на самом деле, в происходящее. Хотя, фиг его знает. На войне, как говорится, все все хорошо. Да, славно потрудились, капитан. Дым было видно, аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шей, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И, если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за игрушкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья. Мы позаботимся о вас. А вот мы уже и стали друзьями. С нашими бывшими врагами. Однако ж. Так, ладно, продолжаем. Очередная загрузка. Только не говорите мне, что я возвращаюсь в настоящее. В Анимус. Очень бы этого не хотелось. Может, более интересно, чем дальше продолжится история. Отлично. Северная Атлантика. Август 57-го года. Та самая книга. Как это возможно? От полковника. Мастер Кормак. Простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может, благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл. Но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. Вас я уверен. Я отбываю в форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзии. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании. На душу отцу понимания. Фолковник Джордж Монро. На два скорости и комбудар на один по сравнению с моими кинжалами. Поэтому, естественно, ставим шотландский палашир. Этот прямой клинок с корзинчатой гардой является любимым оружием горцев. По-моему, просто великолепно. Так, встаньте за штурвал Морригана. С удовольствием. С большим удовольствием. Здорово, стрельно-техасский рейнджер. Куда плывем на этот раз? За штурвалом, капитан! Отдать гроты! По ветру! Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Я по местам, бездельники! Оппозиции! Поднять якорь! Так, давайте поглянем. Может быть, мы сможем быстрое перемещение сделать туда, в ту область. В общем, бы хотелось, на самом деле, поближе немножко переместиться туда. Основное задание. Не, можем только поставить метку. Ну-ка, сюда. А сюда можем переместиться. А там по дороге предлагаю поохотиться на кита. Почему бы и нет? А, быстрое перемещение недоступно. Ну, черт. Ладно, принципе, плыть своим ходом. Представляю, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год! Столько перемен! Все к лучшему! Надеюсь, ты простишь, что я начал разновыть с письма. Целый год. Гист, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? А, ты про ассасинов. Я сто лет назад узнал, что я, может быть, и пьяный, но не слепой же. Что мышь, я не вижу, что ты бежал от какой-то кровавой истории. Но почему ты молчал? Так, полковник просил не трогать эту тему. А, блин, ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность. Так, давайте посмотрим на карту. Как там лучше плыть, слева или справа? Я думаю, все-таки, наверное, слева. Хотя, можно, в принципе, да не, поплыли сюда, трава направо. Поставим точку на касатку, поохотимся. Интересно, а кто он, этот великий магистр? Гарнизон окружен, подкрепления так и нет. Но генерал Монтальнов забодил путь через колонии для королев. Сидел бы дома со своими. Сторож. Так, ну мы готовы, мне кажется. Ау, попали такие все-таки. Гады такие. Это вы, что ли, такие наглые? Ублюдки. Да что бы тебя подкинуло. Ой, родной. Надеюсь, тебе понравилось. Вперед на абордаж. Так, давайте попробуем опять-таки с пушки всех устрелять на этот раз. Четверо, последний, пятый. Фак это. Ну, бочка с порохом, да, попади же в нее. Вот так ты лучше. Офигенно. И наша команда вся уцелила получается, потому что мы даже не заходили на их борт. Так, ну, добычи тут, естественно, будет немного, но тем не менее. Так, ну, естественно, мы избавляемся от корабля и зарабатываем деньги. Потому что мы только что и все их потратили. Но я бы хотел приобрести себе какой-нибудь пистолет помощнее тоже. Хотя, в принципе, пока что в пистолете особо нужды не было. А в тех случаях, когда он мне помогал, он помогал с пятного выстрела. Спустить паруса! Ловим ветер! Кэр, у нас на хвосте враг! Тендер! Это лягушатники! Кажется, этот один! Лягушатники. Это касатка! Вот это будет реально прикольно, чувствую я. Так, подожди, я почему не могу? Это дурацкого корабля, что ли? Вот и все. Так, давайте берем экипаж, потому что мне экипаж нужен в команду. Конечно, поохотимся. Так, ну что, у нас покачана этот раз лодка на одно терение. Отсек для гарпунов и мощность гарпунов. В отличие от нашей первой охоты, которая была неудачная. Надеюсь, что это будет более удачно. Касатка. Это большой и страшный зверь. Не знаю, что у нас получится или нет, но давайте попробуем. Вот так, да? Держите! А ну-ка! А ну-ка от винта! Вот сверху какая-то. Я что-то вижу. Да что б тебя подкинуло? Что ж так жестко-то, да? В этих ледниках прямо тут же об каждую маленькую лединку. Меревка рвется. Ладно, ждем, где он сплывет на этот раз. Опять перед нами. Ах ты, твою мать! Ладно, ничего страшного. Гарпунов пока хватает. Два-четыре штуки еще есть. Ждем. Просто ждем, где он выходит. Ах ты, твою мать! Да что б тебя подкинуло? Все мимо. Все мимо. Ладно, подождем еще. Где скотина? Правда, ты где скотина? Справа! Вот так, да? Держите! Потянул! Надеюсь, тебе понравилось, сволочь. Ему не нравится! Не нравится, да? Я думал, ему будет нравиться. Так, держимся. Явно мимо. Ах ты, твою мать, а. Готовьтесь, все! Мы идем на летит! Вышло! Черт! Опоздал он. По крайней мере, попал по нему. То есть, осталось последнее попадание, по идее. Гарпуна и все. И эта рыбка будет нашей. А я уже прикидываю, сколько она будет стоить. Интересно. Так, где, где, откуда? Берегись, брата! Вот так. Вот так. Офигеть, конечно, реально. Чуть ли не больше, чем сам корабль. Кожа красотки и кости. Великолепно. Ну и теперь, собственно, отправляемся на задание. Сейчас только по дороге еще груз поднимем. Водя, грузка! Отлично. Древесина лишней не бывает. Так, ну и переплавный вперед. На всех парусах можно даже включить скорость перемещения, я думаю, что... Корабль давайте осмотрим немножко, как он выглядит. С этими парусами. Не, ну они, конечно, тоже далеко не самые ужасные, но, тем не менее, далеко не самые лучшие. Поэтому есть куда стремиться еще. Что-то мне очень хорошие места забырдаю. Вот такие корабли лютые. Хотя, в принципе, 11-го, но 23-го, так, кажется, все жесткие. Упс, извините, пожалуйста. Ну да, пошли на абордаж. Давай-давай-давай. Ну отлично. Снова опять, снова простенький абордаж будет. Так, отъехал. Пока не видно никого. Трудерич пушка не наклоняется влево просто-напросто. Ладно, плевать на пушку. Давай, родной, давай. Вот и все. Это был последний. Черт его, лягушатники. На самом деле, даже не собирался с ними сжаться. Просто мимо проплывал и в итоге, блин, случайно на таранах взял. Думал, просто пройду мимо. Не вышло. Ну да и ладно, впрочем. Нормально. Ну и, пожалуй, друзья, на этом месте можно, наверное, и закончить. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто до спор этого не сделал. И ставьте большие пальчики вверх. Для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Assassin's Creed Rogue на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok